Добрый день! Рассказываю по ситуации на улице Щилтамё. Что у нас сегодня происходит? Мы подали 12 числа ноября 2019 года заявление о том, чтобы по новым обстоятельствам прокуратура окружная начала заново расследовать тот факт, что нам не дают проехать по общей дороге. Напоминаю, что на участке есть четыре или пять хозяев. На участке около 10-10 соток. И там, значит, два здания. Это дом с тремя квартирами и отдельный еще домик от моего друга, который он мне дал пользоваться. То есть все люди могут проехать, заехать на этот участок. Там установлена общая дорога для всех людей, которые могут заехать. План, утвержденность в городском самоуправлении. Все это есть. Только мы не можем по этой дороге заехать. То есть здание мы не можем, не ремонтировать ничего. Я с мотоциклом должен пролазить только через калитку, которая для того, чтобы проходили люди. Ну, калитка метр 0,5 или метр 10 шириной. Мотоцикл еле пролазит. Вот я так заталкиваю мотоцикл, так выезжаю. Если мотоцикл шире, то я уже проехать не могу. Вывести ничего не можем. Ни здания, ни могу мастерские до конца оборудовать. То есть мы получали такие ответы с полицией, что это гражданские вопросы, вы решайте их в суде. И ответ звучит так, что если исчезло соединение вашего участка с улицей, тогда вы вот обращайтесь в суд. Мы вообще не то просим. Дорога не исчезла. Она есть, была. И в данный момент есть. И установлена давно. И ничего не менялось. Как установлено, так и есть. Вот эта вот дорожка общая по которому. Вообще они по сути вообще отвечают. Это самоуправство. Нам просто они поставили ворота и забор по техническому проекту. Да, кстати, надо показать этот проект. А по техническому проекту забор и ворота не должны быть. Такие требования. И вот это вот технический проект, в котором все установлено. Так, минуточку. Тут я чуть ли не все конспектирую постоянно уже. Также в техническом проекте указано, конкретно указано, что забора и ворот нет. Когда мы пошли в самоуправление и спросили, вот нет забора, а он появился, как он может быть? Тогда уже должно быть письменное согласие всех людей, которые находятся на этом участке. Конечно, этого нет. Ну вот, показываю. Будет видно, не будет видно. Вот этот план. И вот здесь вот есть С. А вот здесь вот С написано. Бендрей. Это значит, общего пользования дорога. Все могут на ней заехать. И она как раз, эта дорога установлена до нашего здания. До самого вот, которое в конце участки. Здесь также есть, значит, ну, координаты участков. Есть описание, где здесь вот, вот, площадка для автомобилей. Повторюсь, общая дорога. Ну, улица указана. Вот. И, значит, здесь вот есть также то, что... Так. Здесь все указаны. Трубы и... Да. Вот здесь есть вот у нас, где ручкой подчеркнуто в середине листа. Вот здесь вот есть вот... Вот это вот место. Вот тут вот. Что... Что по южной стороне, это как раз южная сторона, это есть соприкосновение участка к городской улице. Улица Щилтам и называется. Участок Щилтам и опять. То есть, по этой стороне, по южной стороне, граница участка. Забор не проектируется. Значит, это что касается заезда. То есть, просим, чтобы заново... Ну, то есть, издевательство такое над людьми есть и... С восемнадцатого года весны мы не можем ничего сделать. То есть, отписки формальные, ездили к генеральному комиссару, но этого плана у меня еще не было. То есть, мы отдельные листы имели и им подавали, как доказательство. Но полиция, я так понимаю, не обращалась ни в самоуправление, никуда. То есть, формальная отписка все. Когда при таких есть какие-то неясности, меня даже ни разу не вызвали. Это я сам уже ходил, жаловался на них к комиссару округа и ездил к генеральному комиссару. Тогда, значит, потом мы это нашли дополнительно, хотя мы частично и продавали, и план этот продавали все, но никто не хотел во внимание принимать. Дальше, значит, такая ситуация. Когда в 2013 году друг купил это здание, то у него обрубили электричество. Вот он с 2013 года жалуется, что кабель украли. Рабочий, по-моему, так вот было, по-моему, сколько помню. Рабочий видел, кто это, и примерно писал человека. То есть, не вызывали ни рабочего, не спросить, как выглядел человек, который взял кабель, ну, украл или как там было. Ничего дальше. С 2013 года, как повисло это все, ничего никто не делал. То есть, очевидно, что есть люди, которых вообще трогать нельзя, на них уголовные дела заводить нельзя, даже административно их нельзя оштрафовать. Если бы их там нормально было, вот первично штрафовали, как бывает, административно. Первая штраф, второй больше, потом третий вообще большой. Я думаю, ситуация была бы совершенно иная. Но они почувствовали, что их оштрафовать нельзя, они делать могут, что хотят. Значит, дальше, что происходит. Вот два месяца назад, это август-сентябрь, ну, у меня была ситуация, что замерзла фекальная труба, то есть, вода стала зимой. Я подумал, что надо утеплить. И поселили мы как раз вот в августе, вот несколько месяцев назад, мы поселили человека. Ну, бездомному дали угол, чтобы он там и присматривал, где-то что-то помог. Вот я бывает работаю там, а я не могу что-то подтянуть. Вот постройки имею ввиду. Поднять что-то не могу и так далее, тем более вот заехать нельзя, надо его с улицы тащить. Он как иногда что-то поможет. Но он человек Марс, значит, он Марс его зовут. Мы с ним откопали это все, ну, решили трубу. Но стали когда он жить, стала вода плохо проходить. Я-то что-то мало пользуюсь этим туалетом. Но все равно, как же без туалета, да? А он стал жить там, мыться, все. Смотрю, я вода уже не протекает, так хорошо. Стали разбираться. Забили трубу нам фекальную. То есть, уже откопали все, подняли технический проект. А там, оказывается, и водопровод проведенный был, и видится этот электрический кабель. То есть, все, как у нас в техническом проекте есть. Вот в этом. Все, так мы откопали. По факту оно существует. Ничего полиция ни по одному эпизоду не нормально, не занялась, не стала расследовать. Ничего. Хорошо. Теперь уже подошли холода. Вот минусовая температура, минус 2-3 градусов. Месяц мы жалуемся, чтобы полиция установила причину, завела уголовное дело. То есть, все повисло, ничего не двигается. Хотя просили оперативно. Я ходил в прокуратуру, две недели подряд, несколько раз в неделю писал просьбу встретиться. Да, со мной встретились. Я все изложил. Мы все поправили в жалобе, написали ущерб дополнительно. Дальше ничего не двигается. Также, как сказал комиссар, который там все расследует, что фекальная труба должна быть или разбита, ну там тресла-то или сворована, вытащена. Тогда это считается ущерб имущества. А так как бы это гражданские споры. Ну и вы можете себе представить, но это уже нонсенс. Мы говорим не о детали какой-то, которые, агрегат какой-то, который лежит, который украли или разбили там, да, повредили. А мы говорим о коммуникациях, которые в земле и их смысл пропускать сточную воду или фекальную воду. Их смысл. Если их забили, забетонировали или заглушили каким-то колом деревянным, то это есть порча имущества. То есть вы понимаете, я стал объяснять, что вообще не протоколим. Так же, как и с заездом. То есть уже, как говорится, терпения нет. Уже терпения нет, вы представляете? То есть сейчас напишем опять письмо в прокуратуру, что свыше недели мы уже полтора недели где-то обращались в общество «Клопецкая вода», чтобы сделали это все. Коммерсар написал, что она тоже обратилась. Ждем и ждем ничего. Мы второй раз обратились. Тогда из этого общества «Клопецкая вода» нам подзвонили. Сказали, что мы от полиции ничего не получали. У меня это все зафиксировано здесь. И что у меня много зафиксировано. Что я говорю, так оно и есть. Значит, что не получали ничего. И что полиция их не заставит ничего делать. Не может их заставить ничего делать. Все это информировали буквально несколько дней. Пару дней назад. Информировали, что вот такая ситуация есть. Но мы сообщили еще где-то в середине недели. Дни 5-6 назад смотрим, что нет ответа. Сообщили мы еще другую компанию, которая вот эту ТВ-диагностику делает. Завозит трубу. И не только «Клопецкая вода» завозит эту камеру. И она устанавливает. Там забито или заброшено, или побито, разломано. Или труба, часть трубы вообще демонтирована. То есть она это устанавливает в камеру и все. Я проверил трубу. Наша социальная линия, все нормально. Как только входит в дом этих наших, с кем мы спорим, там значит все обрубается и не проходит дальше фекальные воды. Но на социальной линии я купил этот специальный сантехнический трос и значит все это, как говорится, проверил. И все, фотографии сделал, все отослал. То есть теперь надо это все делать оперативно? Мы написали, что нам полиция не объяснила, что хорошо, там вы делаете сами, что это будут как свидетельства годятся, которые, ну, заказали бы ТВ-диагностику сделать сам. Нет, она вот направила письмо, но мы ждем, ждем, но уже сколько можно. Все, мы вот сейчас написали эту ситуацию, изложили в прокуратуру опять, потому что невозможно. То есть вредить можно людям бесконечно, сколько угодно. За это никакого наказания нет, абсолютно. Получаются какие-то формальные отписки, что ты обжалуешь это все впустую. Вообще, ты обжалуешь, там есть поэтапно, кому будешь, прокурору, потом суду и так далее. Это уже раз, два, три проходим, суд не меняется, сейчас достали новые доказательства, новые все предоставляем и опять просим, чтобы это все заодно расследовалось. Это касается проезда. Что касается недавно, что мы обнаружили порчу имущества, то есть это фекальная труба испортена и невозможно пользоваться туалетом. Здесь это новое совершенно дело. Опять вот написали и вот я рассказал, как это все происходит, как это все зависает. ничего реально мы не можем дальше, чтобы это продвинулось. Полиция даже не приехала. Вот так патрулей вызывали, но они не хотят смотреть как бы не выкомпетиций. Мы показываем, вот труба. Я все сделал, проверил, засунул этот кабель технический, все фотографировал. Но единственное, что приезжало из инспекции охраны окружающей среды. Сколько там это все фекальные воды идут, забиты трубы через щели идут, значит, в природу. Вот они и приехали, да, оперативно сделали выводы, все там проверяли, вызывали этих, с кем мы спорим, заходили, смотрели где трубы. Они по своей части, да, действительно сделали. Что касается полиции, ну, рассказал так, как есть. И опять требуем, вот, излагаем ситуацию, что происходит. Ну, спасибо, рассказал. Будем смотреть.